Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Что на этот раз, Геннадий Малахович? На этот раз как раз мы приготовим поистине целебное блюдо с омолаживаемыми свойствами широкого спектра действий, как для детей, так и для взрослых, и особенно для пожилых людей. Вот смотрите, можно съесть так морковку? Ну, конечно, ее можно съесть, но как-то она не особо. Для меня, например, то, что я сейчас вижу, не очень сочетаемо. Ряженка, потом творог, зерна, морковка, как это все сочетается? Ну, тем не менее, вот это все отлично сочетается. И то, что нельзя там вот грызть этот сельдерей, как-то он невкусен будет, отрезаем лишнее. Он у нас будет весьма и весьма вкусен. Отрежем все лишнее, ненужное. Вот. Один сельдерей раз. Так, чистенький. Вот так вот чистенький. Да. Он как раз укрепляет половую силу удивительного растения. Ну, мы возьмем примерно столько сельдерей, серединочку. Остальное нам не надо. Так, мы это покладем сюда. Есть. Так. Теперь петрушечка. Петрушка, зелень нужна. Прекрасно выводить лишнюю воду из организма, если хотите, чтобы не было отеков. Ну, вообще, чтобы почки хорошо работали. Кстати, но беременным нельзя, возможно, срыв. Это даже, по-моему, по-моему, не столько петрушка. Вы думаете, кинза? Да, может и кинза быть. Похоже, петрушка. Хорошо. Берем, видите, столько. Съедите столько лучше. Съедите. Ага. Не съедите так просто, да? Теперь смотрите, проросшее зерно. Да. Да, проросшее, да, еще картофель у вас вижу. Проросшее зерно. Картошка, сыр. А-а-а. Не едим. Так вот, мы с вами делаем. Что берем? Берем две горточки зерна. Проросшее. А вы сами проращиваете? Я его проращиваю сам. Я научился его проращивать сам. В больших, так сказать, промышленных объемах. И это делаю легко и просто. А как это делается? Морковка. Ну, мы ее много брать не будем. Мы возьмем столько морковочки. Вот. Опа. Что теперь? Что теперь? Ну, неужели сырой картофель? Сырой картофель. Сырой картофель также содержит полезные вещества, которые необходимы. Кстати, а что превращается здесь в прорастание, вы знаете? Ну, расскажите. Оказывается, крахмал, который находится в зерне, во время прорастания превращается в солодовый сахар. И там нету крахмала. Это уже растение. А в картофеле же есть крахмал? В картофеле есть крахмал, но он не вареный. Он гораздо лучше будет усваиваться. И так мы... Опа, опа, набросали. Теперь берем петрушечки сюда. Да, вот как учился по Геннадию Петровичу это делать. Да, 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 да. По-простому. С силой, да, и руками. Теперь мы с вами берем... Нет, там есть вот этот, вот этот, вот этот, вот, верхний слой. Угу. Николай как раз полагает. Ну, я как раз делал. Вот, все. Теперь смотрите, на, если мы делаем на семью. Да можно вот так, все на семью. Раз и все. Вот что мы тут будем возиться? Смотрите, а? Попробуй переволоть, не перемириться. Для этого мы должны с вами... Ну да, и по отдельности попробуй это съесть. Наверное, не очень вкусно. Очень вкусно. Ну, тем не менее. А мы с вами. Вот, заливаем. Не рванет эта смесь? Смесь. Потом, где рванет. Не рванет. Так, и теперь для вкуса. Ой-ой-ой, еще не все. Для вкуса. Да. Немножечко меда. Мы потом лучше его сделаем больше. Угу. Пля. Угу. Такой вот жидкий мед, да? Да. Все это дело закрываем. Включаем. И сначала на маленьких оборотах. Миксер мощный. Немножечко меда. Поэтому все меда. И все продукты, которые здесь есть, они смешиваются. И из всех этих, однозначно один. Один. Да. Плюс проросшее зерно. Да. Проросшее зерно. Оно именно дает жизненные лени. Вареная пища этого не дает. Это только растение. А прорастающее растение его дает намного больше. Витамин Е. Ой. Чтоб не было там морщин и прочего там этого. Для потенции. Витамин А. Витамина в группе В здесь огромное количество. Это такого количества нигде нету. Витамина в группе В. И поэтому сейчас палочка у нас. И, кстати, зеленый цвет успокаивает. И если имеет по муце организма воспаление, он его снимает. Самое интересное. Когда воспаление есть, златина в красный. Я смотрю, уже чувствуется выздоровительный эффект. На картину будет взять надь redes. Так как, интересно. А скажите, как часто это надо пить, есть? А вот это как раз следливные завтраки или ужины. У меня так так, стаканчик выпил стаканчики. И это хватит качестве завтрака. Наливаем. Вот он можно заменить завтрак это блюдо? Это, это на всю семью мы просто сделали. слишком много. Я после тренировки приду еще на ночь. Во-во-во-во, кстати, я ставлю это все в холодильник и потом все это попиваю, но не спеша сейчас. Я думаю меда не стоит сюда добавлять. Да, да, ну это вообще что-то удивительное. Действительно необычный вкус. Меда чуть больше. Будет послаще. Да, но я думаю взрослому не надо. Я чувствую сильдерей, мед не чувствую. Ну и все, пожалуй, все остальное смешалось. И очень легко и просто пьется. Да, так назовем так, здоровый спортивный коктейль. Так и будем называть. Из простых компонентов. Было бы желание, только делайте. Ну все, я этих молодых боксеров сегодня разгоню по углам ринга. И боксеров, и если это все пейте регулярно, посмотрите насколько возрастет здоровье. Опять таки клетчатка есть? Есть. Витамины есть, причем все по витаминам группы В. Ну скажите, каждый день уже делать, да? Я лично делал одно время, каждый день, потом просто заленился. Значит клетчатка, витамины, медок, полноценный белок, все есть. Да. Ногти будут расти, волосы будут расти, кожа будет великолепная. Особенно женщинам. Про волосы очень смешно, да. Ну да, про волосы очень смешно, конечно, но тем не менее они растут. Знаете, они вроде бы тут нету, а зато вот здесь лезут. Да. И ногти великолепны. Так что вот это вот можно использовать регулярно. Да. Да. Одно из лучших блюд для поддержания здоровья, доволития молодости, на высочайшем уровне. И кстати мы с тобой говорили о выносливости. Я как-то был в Германии и ко мне приехал немецкий тренер по футболу. Да. С переводчиком. И они меня поблагодарили за то, что воспользовались моими книгами, прочитали, очистили организм, стали питаться футболисты сборной команды. И за счет только выносливости и быстроты, которая дает им питание, очищение, они стали переигрывать своих соперников. И приехал поблагодарить. Вот такой вид. Я думал, что они еще подбросит. Ну, только благодарность. Все. Я дружу со сборной России по боксу. Я скажу, чтобы они к вам обратились. Потому что на самом деле, там, знаете, какая проблема? Там же сгонка веса в боксе. Сгонка веса надо держать в своей капецовой категории. Поэтому к питанию вообще требования совершенно особые. И как при этом сохранять выносливость и... Выносливость силы. А вот это лишний вес будет... Да. И при этом, да. При этом тренироваться полноценно. Все время жажда. Все время. Я сам когда-то был сгонщиком веса. Еще в юности. Я знаю, что вообще в боксе самое трудное, это именно сгонка веса. Даже не столько тренировки и сам бой, сколько вот это вот терпение. И когда у тебя пересохший рот, ты не можешь попить воды, потому что у тебя взвешивание с утра. И все. И когда... А потом напился литра два и ходишь в кухню. Да. И опух, да. И все. И дышать не можешь. Это очень такие тонкие вещи. Поэтому я думаю, что вам хорошо бы помогать, помогать нашим спортсменам. Запросто. Сюда можно добавлять сырые яйца, желтоков, перепелины или еще одно яичко. Но и все сырое, да, здесь в этом коктейле? Да. Сырое. Сырое. Все сразу сводится. Нету тяжести в животе. Потому что все вареное, инертное. Его надо растащить. И растаскивать наши собственные ферменты. А здесь ферменты есть. Они в спортзал. И там есть такие, они молочные коктейли делают. Молочные коктейли с протеином. И я думаю, что вот это как раз в сто раз лучше, мощнее и полезнее. И мышцы будут гораздо крепче, да, чем вот эти протеиновые коктейли. И здоровее. И здоровее самое главное. Ну я вижу, тебе понравилась эта очередная штука. Ты как-то сначала недоверчиво относился ко всему этому, потому что я тут делал, а потом оказалось... Нет, нет, это меня по вкусу, Геннадий Петрович. Сейчас я это переливу в емкость и... Проросшее, проросшее зерно. Никто не съест так. А мы его можем тут огромное пролить. Геннадий Петрович, я могу только вам поаплодировать. Благодарю. Очень много полезного на самом деле для себя. Просто открытия какие-то сделал. Спасибо вам большое. И вам спасибо за то, что приняли, позволили вот это все дело показать, рассказать. Я думаю, теперь с успехом все это будет применяться. Мы так применяем и еще поможем. Да, я в своем случае что-то точно для себя возьму, что-то усвою. Да, вот это меня, как говорится, добило уже окончательно. Надо еще разыщить. И плюс внешний вид ваша форма. Послушайте, как ужин он красивый. Давайте ему название дадим. Что-то вот сейчас придумается. Придумается. Пока Танюша придумывает название этому блюду, я решил сделать следующее блюдо целебное, которое бы, с помощью которого мы могли бы съесть эту ботву. Съесть эту ботву, как говорится, я не козел, что я буду там жевать капусту, не могу. Но я сейчас постараюсь сделать такое блюдо, чтобы вот это все мы с вами съели. Итак, свеклу мы оставляем. Свеклу все знают, как есть. А это берем. Итак, у нас получается ботва. Смотрите, сколько у нас еще зелени осталось от приготовления салата, который мы с вами выбрасываем. Просто-напросто выбрасываем. Ничего подобного. Даже вот эти вот толстые стебельки можно использовать, потому что в них, чем он грубее, тем больше минеральных веществ. Смотрите, используем. Так, это все мы также с вами используем. Опа! Так, может быть, а капусту туда можно? Капусту, можно и капусту эту взять. Можно, значит, у нас укропчик обязательно взять. Смотрите, что это у нас такое? Зелень, креп-салат азербайджанский. Забираем. Мы забираем и вот это вот, что-то мы стреляем, стреляем мяты. Но мяты много нам не надо. А базилик берем? Базилик можно взять. К сожалению, мяты много слишком не надо. Хорошо, не будет. Но возьмем, потому что она может все нам перебить. Так, это мы с вами взяли. А вот огурчик один остался. Ну, возьмем огурчик. Смотрите, какая красота. Я-то догадываюсь, что дальше будет. Теперь смотрите, у нас еще есть яблочки. У нас остался еще перчик зелененький. И даже морковка. Есть. И мы с вами сделаем особый микс. Овощной. Который будет очень и очень полезен для нашего организма. Главное это все съесть. И для того, чтобы все это съесть, мы с вами, конечно, воспользуемся нашим чудо-блендером. Он должен все это измельчить и смешать в однородную массу. В качестве основы, в которой мы все это будем использовать, я думаю взять... Кисломолочку. Кисломолочку. Можно, да, кефир. Можно ряженку, можно кефир. Можно ряженку, можно кефир. Сейчас принесу кефир. Так, все это мы измельчаем. Да, вот это будет очень вкусно. Ну, посмотрим. Главное же, что все будет сыроедческое, все будет сырое, без термической обработки. Посмотрите, яблочко-железо пошло, сколько зелени, сколько листовой этой радости, сколько ботвы, структурированной воды, морковка. Но эту радость еще надо съесть, поэтому это не такое простое дело. Итак, мы с вами начинаем все это готовить, колдовать. Дело это крайне непростое. Здесь очень важно еще все это перемолоть. Еще есть йогурт жидкий. Хорошо, хорошо, возьмем. Потому что если слишком много мы сейчас все это сюда в блендер положим, он просто-напросто не сможет все это провертеть. И мотор провертел. Хорошо. Теперь потихонечку мы будем добавлять морковочку. Можно прямо сюда? Добавим морковочку. Провертили. Так. Теперь мы с вами добавляем сюда ботву. Добавили. Итак. Ботву свеклы. Болгарский перец. Укропчик. Огурчик. Не выбрасывать же. Капусточка. Морковочка. Самое главное, говорят, в празднике, это ожидание праздника. Это также. Кинза. Придадим ей целебных свойств. Так. Проросшая пшеничка есть. Мед. И даже добавим немножечко масла, виноградных косточек. Одну столовую ложечку, не больше. Все стало зеленым. Все заключается. Ну, сначала надо попробовать. Очень важно. Сперва попробовать, что у нас получилось. Значит, там мед есть, кефир есть. Это там на проросшее зерно есть. Дальше ботва свеклы, дальше огурец, дальше морковь, дальше болгарский перец. И знаешь, ботву свеклы ты тут и не почувствуешь. Не почувствуешь. Вот надо было немножечко меньше кинзы взять. Базилика взять. Базилик. Петрушка, укроп. 12 ингредиентов минимум. Вот это, что у нас осталось, мы можем... В холодильнике. ...сменить и хранить в холодильнике. Не более суток. И поеду с усилю. Ну, слушаем Таню. Женщины, они всегда такие привередливые, и их мнение очень много значит. Густовато. 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 Хорошо. Ну, вкусно. Выливаем все назад. Как это? Куда это? Подождите. И добавляем сейчас еще кефирчика, и все это перемешиваем. Давайте йогурта добавим. Хорошо, у тебя голос измельчает. Добавите йогурта? Давайте йогурта добавим. Давайте. Добавляем еще йогурта, чтобы у нас все это... Могу и ряженки выдать. Выдать? Вот. Сейчас, я думаю, давай еще ряженки. По сладости не надо больше ничего. Хорошо, хорошо, хорошо. А эти меня не смущают, вкусы этих базиликов. Ну, а у меня несколько... Многовато, да? Я предсказал, что многовато. Ну, вот так. Я просто не привык к базилику. Ага. Итак, мы с вами добавили еще сюда йогурта, чтобы сделать... Ряженку, в общем, любая кисломолочка, которая оказалась в холодильнике. Чтобы пожиже сделать. Да, пожиже. Потому что капуста, она же дала, наверное, мякоть, правильно? Потом зерно дало мякоть, конечно. Опа! О, теперь то, что надо. Опа! Вам надо патентовать это. Я не знаю, как вы будете это продавать. Патентовать? Да, но вам это надо как-то патентовать. Опа! Есть салфетки. Салфеточки. Танюша первая пробует. Хорошо. Да. Теперь получилось то, что надо. Итак, здесь Таня считала 12 компонентов. Более того, несъедобная, с общей принятой точки зрения, ботва свеклы. Идет за милую душу. И все свои полезные свойства, которые в ней имеются, все это встраивается в наш организм. Я расчувствовалась. Меня переполняют эмоции. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!